Блокируем? Да. Потом расскажешь, что это называется? Ну, за часы, за часы, за часы, за часы, чтобы потом можно было откатить и посмотреть там, что, что делают и все. То есть вы имеете в виду это решение, которое работает с блокчейном, работает с информацией внутри, да? Да. Понятно. Хорошо, коллеги, двигаемся дальше. Кто новая платформа разрабатывает, кроме Александра? Понятно. Я вам потом расскажу пару моментов про Саша в этом расшире, что можно делать с платформой. Итак, я архитектор, а кто архитектор в зале? Тут два написано. Ладно, понятно. Но на самом деле полузалы не знакомы, ну из того, что я вижу, как у них треть. Поэтому давайте сделаем пару угодных. Я оставлю несколько слайдов для тех, кто давно в теме блокчейна. Немножко терпения. Потому что я знаю, что здесь люди, которые пришли послушать. Я это буду проводить через архитектурный подход. То есть я не буду вникать в теорию блокчейна. Кого, все большинство не знают, но некоторые эффекты я свечу. И такого-то может быть знакомо. Но для берега стерпения это важно, чтобы другие люди также могли пойти в контекст и понимать дальше, с чем все это нужно. Вчера закончилась интересная конференция. Называется NextMoney. Если не ошибаюсь, то человек, который пройдет что-то подобное в Москве, если вы видите в Facebook NextMoney, идите туда. И человек знает, что делать, если будет очень хорошее под качеством. Но то, что меня заинтересовало, меня заинтересовало вот этой штучкой. И она действительно коррелирует с тем, что я вижу на все, что касается блокчейна. То есть 2015 год и 2014, все об этом говорят, это хайп. И по большому счету для тех, кто будет Креплетой и Ораклой, что с этим делать, они говорят, да, мы поняли, мы это понимаем. Потому что зачастую они где-то делают какие-то с биткоином какие-то процессинговые решения, им это важно. Тем, кто находит себя все-таки больше 2016-2017, что это больше пилоты и прототипы. Для того, чтобы понять и раскрыть, а кто, кстати, 2016-2016, вот сейчас, в этом году, стал заниматься блокчейном, учителем, например, и так далее. На самом-то деле, слайд очень классный, потому что он отображает действительно технологии абсолютно новые, а подходы абсолютно новые. И все на самом-то деле экспериментируют и тестируют. Ни у кого, в принципе, практически готовых решений, насколько я знаю, еще нет. Все по миру занимаются экспериментами и развитием решения на базе блокчейна. По ее платформе, допустим, готовы, как те, кто разработал блокчейн решения. Поэтому время пилотов. Про этот пилот я не зря его выбрал, потому что все время я начинал в стартапе, сейчас он входит в десятку лучших по продаже, что касается туристических кассетов. Вот. А с этим пилотом мне было интересно, потому что сейчас спросил с вами. Но я уже все понимаю, что касается разработки для продажи туристических кассетов. И чем здесь блокчейн? И потом, когда я поговорил с тем, с моим коллегой из Microsoft, кто занимался этим пилотом вместе с Webjet, мне было очень... Я просто понял суть, это было очень важно. Я расскажу архитектуру данного решения, для того, чтобы понимать, с чем потом и криплеты в будущем. Соответственно, в этом году мы увидели все больше того понятия как консорциум. То есть мы видим консорцию. А три, другие финансовые консорции, которые объединяются для того, чтобы реализовать то или иное решение. Это слова, которые стали приходить в нашу жизнь и все больше и больше в 2016 году. Поэтому, говоря про Microsoft, перед тем, как перейдем в технологию, стратегически мы определили так, что мы все учимся работать с блокчейном. И то, что определяет наш подход стратегический, это fail-fast. То есть экспериментируйте, смотрите, смотрите свой бизнес, где вы входите туда. Соответственно, мы для этого разработали платформу и стратегию, как с этим работать. Стоит одна из трех основных вещей, потом к этому слайду я еще вернусь. То есть первое, мы работали действительно со своей технологией, и те партнеры, кто разрабатывал для того, чтобы смотреть, как все это дело интегрируется, как все это работает, как все это работает в наших системах. Сотрудничали мы с абсолютно различными компаниями, кто разрабатывает, будь то Ethereum, будь то Ripple, будь то Emercoin и другие платформы, для того, чтобы их системы работали на нашей облачной платформе. Мы, соответственно, технологический партнер R3, и есть уже ряд решений, которые мы совместно делаем вместе с ведущими компаниями, будут Accenture, будет AMG, будет Deloitte или Accenture. И третье, где, собственно говоря, та сессия, на которую, когда мы думали, что вам рассказать, был, например, удар на это, на middleware, на промежуточное ПО. Я сейчас немножко подведу и объясню, почему это важно и что с этим делать. Я расскажу, собственно говоря, что это значит, что это за службы, но, другими словами, мы будем говорить о том, что блокчейн 1.0, 2.0, 3.0, вот следующее поколение как раз таки интеграция решений вот этой умной, интересной базы данных условно или распределенной базы данных, основанной на очень интересном протоколе, но, опять же, интеграцию никто не отменял, и вот туда мы будем погружаться более детально. С точки зрения облака Microsoft, кто не знаком, это открытое облако, то есть есть мир Linux, есть мир Windows, можно разрабатывать, ну, все известные технологии, которые представлены сейчас на рынке, все это находится в облаке. Вы выбираете какое решение, которое хотите сделать, все это работает и продвигается. Поэтому, для тех, кто вообще не знаком с нашим облаком, это огромная-огромная площадка, и можно реализовать все уже технологические задачи. То есть, когда мы будем говорить про разработку блокчейна, это будет некая часть всей огромной платформы. Вы хотите разработать на PHP, для этого есть сервисы, работать с аналитикой, есть интернет-ключей, и хранить данные есть, структурированные, полуструктурированные, и так далее, и так далее, есть готовые сервисы, подключаясь к которым, как некий пазл, у вас получается решение включая инфраструктуру, безопасность и все остальные сервисы. Поэтому, говоря про блокчейн асс сервис, вопрос про лиск. То есть, есть порядка, если не ошибаюсь, там было 16, я думаю, что это порядка 18-19 платформ, которые находятся в Azure, мы называем это блокчейн асс сервис. Вот буквально там в январе, мне кажется, в конце декабря как раз-таки коротко добавилось вместе к нам в наш блокчейн асс сервис. В чем идея? Идея, мы сказали, все экспериментируют, все смотрят. То есть, как это поменяет мой бизнес? Если я занимаюсь здравоохранением, и все говорят на смарт-контракты, связанные с тем же страхованием, что мне делать, как я разрабатываю, с чего я начинаю вообще? Я скачиваю, не знаю, какую-то платформу, а что с ней делать, а как ее интегрировать, а в принципе это распределенная база данных. Ну вот я скачал эту систему, я написал, а как мне ее экспериментировать. Ага, и тут мы сталкиваемся в числовом подходе. Ну хорошо, это ведь распределенная разработка, правильно? У меня есть централизованная база данных, я написал свой код. Всем спасибо. А в данном случае есть группа людей, или группа организаций, которые работают вокруг этой системы, и требуются совсем другого подхода. И достаточно только я один программировал, то есть нам нужно работать совместно. Отсюда приходят разные новые вызовы. Как раз таки блокчейна со сервис. Платформа позволяет, там есть несколько подходов, есть лаборатории, которые можно поднимать и поднимать несколько блокчейнов параллельно, и соответственно заниматься разработкой решения, поднимая ту или иную инфраструктуру. Также есть инструменты, которые мы разрабатываем. Мы работаем также со стартапом Consensus, которые, говорящие про Ethereum здесь работает, они сделали целую связку вокруг Ethereum, называется Stratto, которая позволяет делать решения для интерпрайзов. Их инструменты в Visual Studio есть возможность работать с смарт-контрактами на языке Solidity. Поэтому все это здорово. Все это здорово. Блокчейн, спасибо Биткоину, он подарил хорошую платформу. Но опять же версия 0.1 это просто амбарная книга. Сохранили данные, на этом все. Следующий элемент. Создали платформы, которые принесли бизнес-логику внутри блокчейна. Есть возможность работать с данными, которые находятся там. И собственно все, что мы видели, те пилоты наработки, которые сейчас есть по рынку, все, что касается блокчейна, оно примерно находится на этом уровне. Для тех, кто вообще у одного блокчейна, специально поставил слайд, в чем фишка на самом-то деле. что он состоит из основных понятий, вернее это определяется четырьмя такими основными терминами. Что у всех есть доступ, данные, ну скажем так, зашифрованы, архитектура распределенная, нет у одного хозяина, все равноправные участники и данные, которые находятся в этом реестре, их извнеить нельзя, откатить нельзя, на этом все. Что в принципе определяет нам примерно следующий момент. То есть когда я общаюсь с кем-то, кто разрабатывает B2B решение или планирует работать с блокчейном, обычно приходит ход за этими четырьмя строками. То есть второго блокчейн позволяет нам за счет протокола. И вообще очень важный момент, кстати, который я не сказал. Тут, когда говорят про блокчейн, опять же, так как есть треть зала, для которых это новая платформа, и время новый термин. В блокчейне есть очень важный аспект. Заменили доверие на шифрование. Доверие на шифрование. То есть обычно, если мы с кем-то общаемся, у нас есть какие-то материальные ценности, которые мы хотим обменяться, обычно есть посредние, которые между нами как-то держат арбитаж. Прилитная карточка, мы что-то проводим в интернете, или заключаем сделку из какой-то ее есть. В данном случае изобрели протокол, который позволяет нам заменить доверие на шифрование. Таким образом, он выбирает посредников, людей, которые между нами помогают коммуницировать и приводить к тому, что то, что мы пообещали сделать, мы должны это сделать. Так как технология позволяет нам работать напрямую, коллеги, давайте все сядем. Давайте, садитесь. Я пока собью. Кстати, у нас на самом-то деле, Эля, можно ведь останавливать и задавать вопросы, да? У нас, по-моему, здесь такой. Не телевизор, да? Коллеги, у вас есть вопрос, пока мы все рассаживаемся? Да. Можно такой вопрос на чайниковский вопрос? А если последний господь шифровать на два момента, как все увидят это все? И вопрос, а что получается, у кого не больше никаких секретов, конечно? Ну, то есть, простой пример, да? Да, если я там продал квартиру, то об этом знаю я, покупатели набрали. А если мы это делаем через блокчейн, то мы знаем себя на Москва. И второй вопрос, если мы это шифруем, то как? Что у всех ключ от всех? Вот, это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Ну, если у вас нет ключа, вы, в принципе, информацию не видите. Нет, так вы говорите, что все имеют доступ, а это надо шифровать. Ну, вот, допустим, если возьмете, будет работать с биткоином, вы, может, видите какие-то транзакции, вы видите внутри, вы ничего не знаете, что происходит. Без ключа. Мне кажется, мы с вами потом, насколько я понимаю, сегодня чуть поглубже эту технологию, вот, чтобы не уходить, потому что будем двигаться дальше. Но слайд на самом деле именно говорит об этом. Значит, так как мы убираем этих посредников, этот очень важный момент, то есть, как мы видим, блокчейн больше двигает финансовый институт на данном этапе по разным причинам. Во-первых, потому что действительно там трансформация происходит технологическая, пускай это связка с биткоином, который как бы, как деньги. Вот, соответственно, вот оттуда приходит фраза, что мы дигитально обмениваемся информацией, но по-прежнему аналоговые обрабатываем. Таким образом, процессы занимают порой неделю. И мы посмотрим такой пример. И как раз таки здесь блокчейн повышает эффективность в счет того, что мы сокращаем процессы. Во-первых, делает прозрачнее, что играет мошенничество. И так становится все быстрее, сокращает косты. И опять же про сценарии. Про финансы все слышали? Я приведу реальный пример, о котором посмотрим архитектуру этого решения. Здравоохранение. Пожалуй, у нас сейчас таких горячих тем. Особенно здравоохранение в связке со страхованием, я вижу. Очень интересные проекты приходят на эту тему. В государство и так далее. Все, что связано с недвижимостью и так далее. Вот прям вот интересные проекты приходят с этой стороны. Ну и плюс ритейл. Ритейл, пожалуй, одна из самых таких... Она не то, что сложная, но там очень много участников. Блокчейн как раз таки позволяет упростить взаимодействие между всеми участниками. И выровнять все эти процессы, которые происходят в этой цепочке. Опять же, важный слайд для тех, кого блокчейн. Блокчейн бывает публичный, а бывает и не публичный. Если мы хотим делать какое-то решение только для финансовых организаций, не факт, что публичный блокчейн по разным причинам. Это действительно является ответом. Поэтому есть блокчейн, так называемый Private, есть Premission, некий гибрид, так называемый консорциум. Когда мы опускаем только те компании, которые будут работать с этим блокчейном. Соответственно, он не открыт для всех. И эта связка происходит только между участниками данного консорциума, например. Саша будет рассказывать поподробнее про протоколы. В чем разница между профуборд, профстейк и так далее. Но, помимо того, что они различаются по некому принципу, также есть и протоколы, которые как раз таки заменяют доверие на шифрование. Находятся здесь, и об этом будет речь после моего доклада. Соответственно, сценарий, который, пожалуй, самый распространенный и популярный в 2016 году, это как раз таки называется Clearing Insettlement. То есть, когда есть некое взаимодействие между финансовыми институтами, по-прежнему аналогово обрабатываются эти данные. Например, при выдаче аккредитива. Вот я записал некое демо, я его показывал уже не раз, но расскажу быстро, а потом покажу архитектуру, которая сделана. То есть, мы в конце сентября показали это решение на Женевской конференции, и для того, чтобы его сделать, мы обратили столько значительства, и сказали, давайте поработаем сценарий, и получаем уже необходимую аккредитивную красоту. И мы обратили значительство, которое управляет 120 миллиардами долларов, тысячу, примерно, банковских или финансовых институтов, с которыми он работает, и видели точно сценарий, который прямо вот ложится и необходим. Если мы заключаем сделку с кем-то, у нас нет кредитной истории, нам нужно сделать аккредитив. Соответственно, для того, чтобы это сделать, здесь 4 контрагента. Есть мы, есть тот клиент, с которым заключаем сделку, есть банк с двух сторон, и, соответственно, мы делаем этот аккредитив. Когда команда посмотрела по сценарию, что нужно, чтобы выкатить такой аккредитив, посчитали, нужно 15 шагов, и большая часть времени для того, чтобы оформить его, это все аналогово, все по телефону, от руки и факсом. Соответственно, порядка 15 шагов для того, чтобы сделать такое письмо, порядка 5 дней, плюс порядка 50% ошибок, потому что все по телефону, не так не записали, произошла ошибка, все заново, и так далее, и так далее. Поэтому реализовали пилот на базе Ethereum через смарт-контракты, делал его как раз-таки Microsoft, Bank of America, и при содействии также PricewaterhouseCoopers. Вот, и вот такой вот пример. Здесь вот записал, значит, 4 контрагента, спар-контракты, заполняют данные, системы уходят, происходит некий консенсус, заходит блок, вот, информация перейдется дальше по цепочке. Другими словами, из 15 шагов сократилось на 4, вместо 5 дней можно это сделать условно за 10 минут теперь. Вот рынок уходит туда, и вот где вот консорциумы видят особенно финансово для себя некую выводу. С точки зрения архитектуры. С точки зрения архитектуры подняли 2 ноды на ажуре, сделали API, потому что, ну, во-первых, первая причина на то, что к Ethereum напрямую постучаться нельзя, нужно использовать некий протокол, вот, но плюс хотели дать некую точку входа для того, чтобы через Swagger можно было поработать с смарт-контрактами и посмотреть информацию, которая находится там. Ну, и веб, соответственно, то, что вы видели, для каждого контрагента есть своя страничка, где он заходит, заполняет свой смарт-контракт и, соответственно, передает по цепочке дальше. И, опять же, Azure, подняли ноды. На докере я не помню, что они там использовали в данном случае. Это как раз-таки протокол для того, чтобы работать с Ethereum, ну, соответственно, JavaScript для того, чтобы реализовать все эти UI-решения. Про RozeuroBank. Говоря про blockchain asset service, то есть помимо того, что есть платформы, которые помогают поднять неопытные ресурсы в облаке, есть также, мы пошли дальше и разработали готовую топологию, которая разворачивается там до 100 машин, минут за 20-25 точно 100 машин можно поднять. Топология под консорциум. То есть, другими словами, если посмотреть на архитектуру, поднимается за лутбанцером некое количество ресурсов для работы с транзакциями, буду смарт-контракт и просто информацию посмотреть. И, соответственно, subnet – это такое логическое разделение внутри инфраструктуры, которое можно назвать банк 1, банк 2, банк 3. И, соответственно, думаю, Саша, ты, наверное, выйдешь, расскажешь пару слов. Сейчас или потом? Сейчас. Походи. А ты сделай за 3 минуты, я тебе помогу. За 3 минуты – хорошо. А банки есть вообще здесь? Нету банка. Плохо. Ну, когда мы, как банки, вообще пытались посмотреть, куда мы можем принять блокчейн. Сначала проблема была в том, что есть так называемая проблема удаленной идентификации, когда вы, как клиент банка, уже какого-нибудь там, банка А, банка 1, были идентифицированы, хотите получить услугу банка B, второго банка, вам необходимо прийти туда, показать документы, представиться, ну, в общем-то, ножками прийти. Все мы понимаем, что мы уходим в digital и хотим все делать удаленно. Так как вы уже были в этом банке, были идентифицированы, почему нельзя с использованием того же принципа интероперабельности взять и аутентифицировать? Аутентифицировать, да, уже. Ну, собственно, ЦБ запрещает, правильно? Нет, ничего ЦБ не запрещает. Закон 115 ФЗ, как раз, который описывает принципы идентификации в поправке 2014 года, когда они вводили так называемое понятие упрощенной идентификации, где вы можете взять определенные параметры, проверить их в госслужбах, там несколько, да, и если они совпадают, то теоретически, ну, как бы формально по этому закону вы упрощенно идентифицированы, и вам можно позволить сделать переводы не до 15 тысяч рублей, а до 40 тысяч рублей, например, да. И более того, сейчас я расскажу про это, сейчас расскажу, как раз вот мы потом поняли, почему я говорю, что здесь тремя минуты не ограничиться. Почему вообще блокчейн? Вот изначально, мы когда пытались решить проблему, мы поняли, что так как этот банк вас уже идентифицировал однажды, у него есть логин и пароль, например, интернет-банк, и фактически, если он согласно принципам интероперабельности по OpenID или по OpenOffication 2.0 передаст нам вот эти данные, да, когда вы авторизуетесь, то фактически мы можем понимать, что в случае, если регулятор, ну, вас обслужит как клиент, и в случае, если регулятор запросит данные по вам, можем обратиться в этот банк, получить эти данные, сказать, вот этот токен, который мы получили, ну и представить. Но есть две проблемы. Во-первых, банки вообще в России не консервативны достаточно, и не хотят отдавать клиентов. Они почему-то думают, что вот это наш клиент, и никому им не дадим. На самом деле, если вы сами на себя посмотрите, вы откроете свой кошелек, там несколько продуктов разных банков, ипотеку вы берете у одного, автокредит у третьего, вы платите, как всегда, в Сбере, да, ну, многие, особенно в регионах. Вот, и есть понимание, что некоторые банки предоставляют услуги как бы лучше, да? Но, продолжая, вот то, о чем вы говорите, ЦБ как бы понимает необходимость удаленной идентификации, пытается делать это централизованно через ЕСЕ. Что такое ЕСЕ? ЕСЕ – это госуслуги, в которых порядка 40 миллионов аккаунтов, и причем мы понимаем, что это аккаунты в основном не живые. То есть это кто-то получил для каких-то дотаций, там, или еще чего-то. Реально, людей, которые пользуются ФИН-услугами и зарегиным ЕСЕ, они сами, в том числе, подтверждают, это порядка 10 миллионов. Если мы говорим, причем ЕСЕ используется именно для аутентификации, потому что понятно, что если использовать принципы упрощенной идентификации, фактически мы можем взять у клиента вот его набор этих данных, упрощенно его идентифицировать, но вы сами понимаете, что мы не можем понять, что на том конце именно тот человек, который эти данные предоставил. Именно поэтому это упрощенная идентификация. Поэтому здесь как бы его ответственность на самом деле. Нельзя. Ну вот я просто узнав ваши необходимые данные для упрощенной идентификации, могу соответственно что-то сделать. Именно поэтому ограничен набор услуг. Авторизация через ЕСЕ, она позволяет доказать, что на том конце именно вы, и таким образом дать вам больше услуги. Но опять же смотрите, ЕСЕ это 10 миллионов. Банки, если мы берем там топ-10 банков, это 90% клиентов, которые могут осуществлять эти услуги. И если банки держат свои интернет-банки, клиенты-банки, они могут проводить так называемую, ну, аутентификацию, да, через год или порой. И таким образом, если мы сюда этот принцип перенесем, и сделаем его не ИСЕ централизованный, а что каждый банк своего клиента другому банку ортифицирует, топ-10 это 90% банков, там топ-50 это уже 95%, там топ-100 это 98% всего населения, уже готовые, которые мы можем вдруг начать иметь. Поняв это, мы вообще стали, ну, как бы, подумали, как классно, давайте это делать, но возникла следующая, как бы, загвоздка. С одной стороны, получив этот токен ортификации, мы его можем и гулятку предоставить, но тот банк, который нам его дал, он сказал, ребята, они знали его взять, и откуда вообще. И тем самым мы сразу поняли, что тут блокчейн нужен именно для финансовой сферы, но не как изначально думали, что давайте мы через блокчейн делаем процессинг, транзакции, знаете, он для этого слишком медленно работает, и если мы говорим о кливинге, да, когда мы в программе там кучу транзакций в онлайне, а потом раз в 10 минут всех рассчитали, это да, может быть, это второй шаг, то вот именно для так называемых транзакций аутентификации это как раз то, что нужно. Для того, чтобы записать, что именно этот банк нам дал эту аутентификацию, и здесь сейчас уже у нас есть его данные, я сейчас не буду вдаваться в подробности, каким образом мы получаем эти данные, на самом деле, ну так кратенько, это открытая информация, мы не хотим делать из этого монополия, мы наоборот хотим это принести, так сказать, рынку и начать вводить это все в промышленную эксплуатацию. Значит, клиент, когда удаленно идентифицируется, самостоятельно вносит свои персональные данные в банк рецепиента, и мы в блокчейне храним хеши персональных данных, мы не нарушаем никакие законы 15 ФЗ, банк-донор не отдает нам клиенту, он там хеши, и вот правильный вопрос вы задавали, как же так, блокчейн для всех открыт, да, но, опять же, там хеши, вы с ним ничего не сделаете, а когда нам банк-донор отдает этот токен, как компоненту ключа, да, а вторая компонент это ЦБ, который запустил все этот блокчейн, как говорят правило блокчейн, вот с помощью этих двух компонентов и введенных клиентских данных, рассчитанных по ША-256, например, с помощью этих трех компонентов мы из блокчейна достаем вот это значение, проверяем, если он слупывается, тем самым мы говорим о том, что проведена правильная идентификация, то есть данные, которые банк-донор туда поместил, и то, что банк-донор присыл, все это совпадает, соответственно, этот клиент точно был у банка-донора идентифицирован, а вот у нас есть подтверждение токена, вот у нас есть в блокчейне запись об этом, регулятор, спасибо, удаленная идентификация. Можно? Да. Все то же самое, но без блокчейна это возможно? Изначально мы как раз думали, чтобы делать это без блокчейна, блокчейн здесь нужен именно для того, чтобы хранить токены, которые нам дал банк-донор, чтобы потом, во-первых, регулятор сам видит то, что этот токен был передан. Это как бы первый аспект. Второй аспект, о котором я сейчас не хочу вдаваться в подробности, но если так подумать, по-хорошему, изначально путают блокчейн, биткоин, блокчейн же был запрещен, зачем вообще сюда его тянете? Блокчейн не был запрещен, был запрещен биткоин как криптовалюта. Когда мы говорим о том, что мы профиль идентификационных клиентов затаскиваем в блокчейн, и понимаем, что этот блокчейн идентификационный, мы можем связать с другим блокчейном, где ходит крипта, таким образом мы можем в дальнейшем проекты делать, когда еще криптовалюта у нас, например, закладательно не закреплена, делать некие децентрализованные биржи, например, где у нас в нашем блокчейне гоняется фиат, привязанный к кофе клиентов, банковской юрисдикции, и садирование сделано который идет через крипту в той парадигме, через смарт-контракт в рипле, в биткоине, в даши, где угодно. Это как бы вторая сущность блокчейна, которая здесь будет полезна. То есть использование существующего блокчейна или правит блокчейн не предполагается криптовалютой? Как он тогда будет работать без криптовалюты? Нет. Вот как может быть потом Константин или кто-то еще из спикеров расскажет, каким образом будут связаны блокчейны, это уже второй аспект, как мы их будем связывать. Сейчас мы говорим о том, что мы блокчейн используем для того, чтобы банк-донор не смог отказаться от того, что он когда-то дал нам этот токен идентификации. Это вот первая задача, которая опять же это видит регуляторы, и вопросов не возникнет, когда он придет в банк-инципиент. А по связанию этих двух блокчейн-сетей, здесь будет либо определенный смарт-контракт, но это вопрос дискуссии, я думаю, не текущего. Почему не просто? Он вопрос будет задать, как-то юридически это закрывается. Что именно юридически? Ну, именно идентификацию. Да ее даже сейчас скрывать не нужно, она в текущем законодательном поле уже может быть использована для... Я могу... Я не знаю. ... ...